здравствуйте представьте ситуацию идете вы по улицу а возле вас идет прохожий которому на голову падает кирпич кирпичи они же не вороны они сами не летают а вы здесь ходите часто и как вы будете реагировать но помимо помощи пострадавшему на вот эту ситуацию но наверное нужно полезть туда на чердак или позвонить службу обслуживающий этот чердак выяснить откуда этот кирпич почему он там оказался вроде так у нас сейчас на всю державу и на каждого в частности упал примерно такой же кирпич я имею ввиду серьезный проигрыш наших войск на украинском фронте то есть вот это наша непобедимая легендарная боях познавшая радость побед отступила с таким треском что это можно сравнить с кирпичом на наши головы и наши логичные действия должны свестись к тому же посмотреть откуда летела почему летела и устранить причины но наверное так начнем с того что эта армия не та которая непобедимая легендарная не та которая выиграла великую отечественную мы же отделились от советского союза мы же теперь самостийная мы же теперь демократические в отличие от тех тоталитарных поэтому откатилась таким треском армия нового облика та которая на 80 процентов переоснащена новым оружием новейшим ну а как и приглядеться к противнику вроде бы стоит умные наши головы говорят о том что там сплошные террористы экстремисты бандеровцы это больше других никого нет и в общем и целом высовое это вооруженный сброд украины получается наша армия нового облика летела аж пятки сверкали они перегруппировались от сброда так надо понимать наши следствием массовой информации в главе с главными умами в этой области рассказывают нам о том что это планово это так оно и должно быть это исполнение какого-то плана но как-то мне кажется им уже давно никто не верит с лампасами они или без не верят и поэтому приходится искать какие-то иные источники ну должны же мы понимать в каком мире мы живем есть для нас опасность нет для нас опасности но не можем и верить нашему телевизору и поэтому приходится искать какие-то источники информации которые ну которым больше доверяешь я вам сегодня предлагаю мнение человека неординарного наверное кто-то скажет он с другой стороны он вражеский он умер в восемнадцатом году его умерли в восемнадцатом году он некий аналог вот наших командиров донбаска весны вот тех которых тоже порешили чуть чуть раньше чем его он советский и украинский офицер он где-то воевал с нашей армией он организовал совершенно неординарное движение каскад которая она не совсем военная она еще и наверное благотворительная что ли вообще мировоззренческая можно долго рассказывать и много и интересно но нас то интересует вот тот кирпич который упал а у сергея аркадьевича разумовского я с большим почтением произношу его имя земля ему пухом у него было очень определенное мнение на те события которые произошли через четыре с половиной года после его смерти одно из последних интервью которую отдал за два с небольшим месяца перед своей смертью будучи очень больным человеком он был отравлен она называлась почему так медленно делят украину к нашей теме она казалось бы не относится однако почему так долго делят украину дело в том что украина после развала советского союза но это был самый лакомый самый развитый кусок ссср чего тут только не было плюс образованный народ здесь как-то все сразу досталось представителям кланов которых мы называем кланы финансовой национальности до нашим кошерным друзьям какое отношение дележ украины самостийной и борющийся за свою территориальную целостность имеет к нашей теме том что все получили морально говоря кирпичом по голове и здесь отступлением нашего воинства а вот в россии массовки группировки русские кавказские чеченские там но разнообразного этнического состава эти группы да тем более силовые группы они поджимали очень многие куски которые потом пришлось нам медленно медленно у них при переотжимать имеется ввиду что переотжали наши кошерные братья как он выражается или правильные люди а в украине сразу с 90-х годов всем тем кого я перечислил криминалитет и прошло до достались в лучшем случае сети общественных туалетов и рынков вещевых там а все все что представляла наиболее ликвидные активы все достались правильным людям и как вот теперь это делить вы понимаете что теперь чтобы это все разделить переделите выпотрошить фактически одна группа правильных людей должна уничтожить другую группу правильных людей так же не может быть понимаешь когда делится днепр сталь там запорожь стали что-нибудь у всех этих людей где-то там к галам еще как но где-то там они все родственники и мало того в этом же все мы чувствует еще и рыба и поэтому долго никак они не могут решить кем можно пожертвовать а кем нельзя куда ни кинься везде свои ну как это делить как как делить между днепропетровскими и черновицкими когда вы они вместе гуляют на свадьбах в нью-йорке на сицилии там и и прочее они же не гои которые колбасят друг друга на донбассе со всех видов оружия в таких вещах деньги теряются они должны не теряться не должно умножаться поэтому очень сложно это мне человека вдумчивого и грамотного который находился внутри украинской системы принятия решений и чем еще она ценно украина она по масштабу меньше россии но матрица одна и та же поэтому вот то что он посмотрел на более мелком объекте она целиком с моей точки зрения относится более крупному объекту россии нас это больше всего интересует но это еще не все а есть еще духовные вещи и сейчас все круто переделить рухнет огромная сказка под названием киевская русь киев мать городов русских хотя он так называется всего не полных 200 лет и до этого назывался шаббат они умерли примерно в одно и то же время когда наполеон создавал италию он сказал сказал ну все италию я создал теперь надо создать итальянцев когда появилась российская империя на было создать русских из многочисленных многочисленных да им дали новую религию слегка перелицелов православие под правильных людей опять-таки иуда христианство знакомое словечко и да надо было дать им новую историю дали киев им придумали киевскую русь ну то есть много чего такого что немедленно рухнет а замена замена не готова еще понимаете замена еще не готова надо еще чуть-чуть подождать насчет замены это он сказал четыре года назад вспоминайте к виду самодомашние аресты кукареку коды и многое-много чего нас уберегал youtube это все кусочки вот того чего еще не сформировалась то о чем разумовский говорит своем интервью четыре с лишним года назад то есть у них очень сложная задача с дележом украины не обрушить вот это все раньше времени не дать деньгам раствориться в в дележке да сделать так чтобы бойня здесь вот этот дележ и потрошение в самой украине не переросли в страшные скандалы там где надо в тель-авиве в сингапуре в нью-йорке самое главное в лондоне поэтому делить мы тут еще будем ой 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 сколько смотрите он своими глазами рассказывает про ход выполнения трехтысячелетнего плана соломона который конечно же относится не к одной украине а уж к россии это уж точно впрямую а теперь вопрос если вот это отжать переоджать является содержанием нашего времени то кто и как заказывает ход боевых действий на линии соприкосновения российских и украинских войск ход спецоперации сделать так чтобы бойня здесь вот этот дележ и потрошение не переросли в страшные скандалы там где надо ну а коли выполняется именно план соломона приглядимся к этому плану глазами сергея аркадьевича разумовского самый главный момент весь иудаизм построен как религия исполнения пророчеств нет ни одного пророчества иудаизма которые бы не исполнились то есть любое не исполнившегося пророчества фактически поставит крест вот поэтому такая тщательность в символах при выполнении самых знаковых провокаций типа взрыва небоскребов близнецов в нью-йорке даты символы приметы и сегодня таких пророчеств есть самое главное это приход маша в которого все ждут известный политтехнолог нострадамус и специально как бы выведенный сегодня на такую орбиту чтобы равных нету дает абсолютно четко вплоть до координат я забыл как называются вот есть которые мы катраны да там четко вплоть до координат и рода расписано из какого колена должен прийти мышах и вот ужас во первых это находится в украине а во вторых он будет не еврей мышах будет из заглохшего старинного рода но не еврейского да именно он выведет всех евреев к спасению и вот тут встает вопрос опять же о разделе украины если сейчас начать ее делить интенсивно то как бы не получилось что мышах придет прямо на нейтральную полосу между огнем очередных сепаратистов российских войск в ссу бандеровских батальонов там или или еще чего-нибудь но согласись это будет некошерно второй приход маша и сразу под огонь я как бы уверен что он справится с этой ситуации но на то он и мышах но знаете как война такая штука может повернуться и не тем боком что меня удивляет разумовский выводит все движение вот этих вот событий только из плана соломона он его немножко не так называет но тем не менее он других аргументов не применяет этот человек который близок к украинскому руководству вот ко всей вот этой каше которую они затеяли а откуда берутся исполнители вот этого плана здесь у нас и там у них на украине вот самое главное вот его ответ игры глобальных не люблю это слово или да они не подразумевают там принадлежность к кремлям или к вашингтоном кто нам нужен тот к нам и будет принадлежать просто постановка вопроса примерно примерно такая кто-то станет утверждать что это справедливо для украины и несправедливо для нашей страны для россии вот то-то я сейчас процитировал и чуть-чуть прокомментировал только часть его длинного интервью сергей аркадьевича разумовского который он дал менее чем за три месяца до своей смерти в 2018 году вы можете сказать что он где-то ошибся вот и я не могу поэтому разбор этого интервью мы с вами обязательно продолжим до свидания и увидимся